Да, Мария Эмилия, да. Чего я не могу тебя простить? Это второго раза. Не важно, что я разочаровалась в том, как это должно было произойти. Когда я пыталась оправдать себя в твоих глазах, но не важно, клянусь, я не сожалею, что пришлось пожертвовать своей мечтой. Мечтой. Стать твоей так, как я это представляла. Это можно простить. Но, кроме того, мне пришлось столкнуться с твоим обманом. С твоим мастерством сердцееда, который подавлял мою волю, Алекандро. Ты отнял у меня право решать, чего я хочу, а чего нет. Ты унизил мое достоинство. Ты раздавил его, Алекандро. А это именно то, чего я не смогу забыть. И никогда не смогу простить. Мария Эмилия, я хотел показать, каким я могу быть нежным. Применив силу. Ты же мне не позволяла. Прошу тебя. Позволь мне показать, как я люблю тебя. Мы будем заниматься любовью медленно и нежно. Поздно. Ты уже использовал свой шанс. Достаточно. Но, Мария Эмилия, ведь ты сама захотела прийти сюда. Да, да, это так. Но этим я хотела доказать кое-что себе. Я не знаю, что произошло, но похоже, что моя гордость победила мою страсть. Постой, постой. И последний, Алекандро. Ты рассказал Марси о том, что произошло. Нет. Я рассказал матери, чтобы убедить ее снова принять тебя. Но я ничего не говорил Марси, нет. Поверь мне, клянусь, я ничего не говорил. Так же, как ты не поверил мне когда-то, когда я клялась тебе. Я не верю тебе сейчас, Алекандро. Мария Эмилия. Мне жаль. Прощай. Наконец-то ты здесь. Проходи. Проходи. Где твой приятель? Этот бесстыжий парень. Я ему уже все сказала. Зачем нам скрывать? Мне пора носить соответствующее платье. Да, мы уже знаем, что этот парень сделал с твоей сестрой. У нее будет от него ребенок. И он прячется, верно? Нет, совсем нет. Он ходил со мной на стройку. Он пошел к себе домой. Гуччи решит эту проблему. А папа не может даже приближаться ко мне. Пепе, помни о суде. Ради бога. Мы должны разобраться с этим сейчас же. Идем. Я проголодался, глядя на тех людей. Я могу поискать тебе работу в своей компании. У меня всегда найдется место для друзей. Я даже не знаю. Ты еще слаб. Мне кажется, тебе еще нельзя давать тяжелую работу. Как ты считаешь? Нет, нет, Дон Руденсио. Я вам благодарен, но я привык работать вот этим. Посмотрим, удастся ли мне что-нибудь заработать при помощи головы. Я же говорил, он здесь. Это его второй дом. Я знаю, что она беременна, слышишь? Ты подонок. Ничтожество, бесстыжий. Нет, не надо. Пустите меня. Я не могу поднимать руку на дочь, но я убью его. Постановление суда. Оставь меня. Что происходит? Они узнали, что Санита беременна. Или ты женишься, или я смою позор твоей кровью. Да он обязан на мне жениться. Успокойся. Отпусти меня, я убью его. Постановление суда. Да, такой скандал в моем доме. Ты ведь знала об этом, верно? Значит, ты сейчас узнала это? Если твой брат не женится на моей дочери, я сдам его в полицию, как вы сдали меня. Или я убью его. Даже если они отдадут меня под суд. Успокойтесь. Я за ней присматривала, но не углядела. Я тебя предупредил. Или твой брат поступит с моей дочерью как мужчина, или я его убью. Слово Пепепенья. Гучо, принимай решение как можно скорее. Это ужасно. Просто ужасно. Это отчаянный человек. Он сделает так, как сказал. Дон Руденцио, ванная освободилась. Я пойду переоденусь. Да, да. Извини, Эми, но я прибежал сюда, как только услышал крики. Гучо, нам надо поговорить. Я через минуту буду дома, Эми. Я думаю, тебе нужно поговорить с Горацио, чтобы он нанял меня на стройку. У меня нет выхода, и мне придется согласиться на эту работу. Я никогда не избавлюсь от цемента и кирпичей. Послушай, я не хочу этого знать. Это не любопытство, но я так беспокоилась. Ты ведь понимаешь, что-то случилось. Было? Нет, нет, Хенероса ничего не было. И я убедилась, да, убедилась, что не могу теперь встречаться с Алехандро. Я принесла тебе сок, чемпион. Ты немного сдремнул. Теперь прими душ и оденься, потому что мы собираемся в больницу. Да, я посмотрю на твои ноготки. Дорогой, они очень длинные. Да, я тебе их подстригу. Посмотрим, посмотрим. Я должна быть аккуратна с моим чемпионом. Ты должен хорошо выглядеть, когда встретишься с моей бабушкой. А потом мы все обсудим. Как себя чувствует твоя бабушка? Ее скоро выпишут. Поэтому мы должны поспешить. Мы должны купить что-нибудь в подарок. И нужно купить мебель для нашего гнездышка. Милый, ты опять грустишь. Ну что такое, любимый? Мне казалось, я смогла заставить тебя обо всем забыть, дорогой. Ты ведь хотел, чтобы я любила тебя? Да, Моника, ты даришь мне радость. Но я не могу перестать думать о том, что наше счастье причиняет страдания другим. Я снова начну ревновать. Нет, это не из-за Иоланте. Я думаю только о своих детях. Сынок. Что случилось? Ты так расстроен. Мы недавно поссорились. Но мне больно видеть тебя в таком состоянии. Поговори со мной. То, что я скажу, наверняка обрадует тебя. Алекс. Мама, теперь ты можешь радоваться. Между мной и Марией и Милией все кончено. Я так надеялся, что она простит меня. Я хотел помириться с ней. Мы встретились. И я теперь понял, что потерял ее. Алекс. Пути Господни неисповедимы. Значит, так должно было произойти. Как ты мог привести в свою семью сестру той женщины, которая причинила нам столько страданий? Сынок, ты скоро утешишься? Как долго ты с ней знаком? Всего лишь несколько месяцев. Даже более долгие отношения, такие как у меня с твоим отцом, могут разрушиться и стать невозможными. Смирись, сынок. Да. Ты права, я попытаюсь смириться. Почему бы тебе не поехать в путешествие? Нет, нет, я не хочу убегать. Это признак трусости. Один раз я уже убежал от проблем, но ничего хорошего из этого не вышло. Тогда найди утешение в другой любви. Ты думаешь, так легко найти женщину, которую можно полюбить? Есть женщина, которая ждала тебя все это время. Да, она однажды совершила ошибку, но ты был ее единственной любовью. Алекс, сделай это для меня, потому что я так страдаю. Это бы заставило меня быть счастливой. Нет, мама. Вернись к Марсии, сынок. Женись на ней. Продолжение следует... Продолжение следует...